Привет, меня зовут Асам Риверс и сегодня у нас уютные посиделочки, так что запасись чаёчком, вкусняшками. А сейчас я вам расскажу об основных вещах для создания уюта. Я буду учитывать именно скандинавский стиль, так как это моё всё, мне кажется, я живу этим стилем. Мы будем создавать хьюги, а хьюги это не только уют в доме, это включает себя. Уют в доме, уют в офисе, приём в гости дома близких людей, вкусно покушать, наслаждаться готовкой еды. Одеваться в удобную одежду, получать удовольствие от простых радостей, заниматься хобби, творческими занятиями, которые приносят удовольствие. И, конечно же, иметь чувство меры получения удовольствия. Видите? Но сегодня мы разберём только первое, и то не полностью, а только основу уюта в доме. Основа уюта в доме, вот одежда, да, вот, да, одежда у нас уютная, всё у нас классно. Короче, конечно же, вы подумали о пледиках, свечах, гирляндах, это всё, конечно, безумно очень важно. Я думаю, без этого вообще нереально что-то уютное сделать. Но, помимо этого, мы отталкиваемся... Я, конечно же, постоянно смотрю вниз, потому что я написала текст минут 15 назад, и я решила записать это видео. Поэтому, простите меня, пожалуйста, я не готовилась, и я буду смотреть постоянно вниз. Для большего создания уюта нам нужно учитывать цвета в интерьере, текстуры, формы, отталкиваться от твоих любимых вещей, запахов. Основные цвета в моём уюте. Их очень много, поэтому подожди. Я тут их всё записала. Белый, молочный, серый, коричневый, древесный, верблюжий, песочный, розовый, темно-зелёный, чёрный, бордовый, золотой, серебряный. В общем, все эти цвета можно сочетать. Это классно. В моей голове это делается уже как-то само собой, и когда я прихожу в магазин, я не думаю, эта рамочка будет сочетаться с моей кроватью или нет. Нет, я просто вижу то, что мне нравится, и беру это. Всё. Это делается как-то вот так просто, и я думаю, что в будущем с этим проблем не должно быть. Как бы ты видишь просто, что тебе нравится, и оно как-то само сочетается. Как? А ещё мне немножко непривычно смотреть сюда, потому что снимаю на айфон, и я вижу себя здесь. Простите. Моим главным помощником и вдохновителем является Икея. Почему? Потому что корни бренда — это скандинавский стиль. Посмотрим на примеры вообще скандинавского стиля. В основном это белый цвет, а белый цвет подразумевается как минимализм. И, господи, я очень люблю, когда не то что пусто в квартире, а нет каких-то лишних вещей. И минимализм для меня — это вот самое лучшее, что вообще есть. Я училась на инженер интерьера. Мне это ни к чему не привело, и ничего мне в принципе не дало. А всё потому, что мой институт закрыли. Моей практикой являются частые переезды. Я любила создавать уют еще в детстве, и, наверное, моё познание уюта началось со времен Sims. И я думаю, вы тоже там проводили очень много времени. Если вы хотите подобрать свой уют, маленький такой гайд, выпишите все цвета ваши любимые, и что у вас есть в интерьере из этих любимых цветов. Либо свои интерьеры, которые вам очень нравятся. Возможно, их много, и вы хотите их как-то сочетать. Это даже возможно. Поищите вдохновение на Pinterest, поищите всякие фотографии того, что вам нравится. Вдохновитесь, походите по магазинам. Такие как Ikea, конечно же. Zara Home, H&M Home. Что там еще? Хофф. Зайдите на сайт Urban Outfitters. Вдохновитесь. Если вы даже что-то закажете и купите, я думаю, это еще лучше. Сделайте шажочек, поищите то, что застронет ваше сердечко, и вам захочется это реально заказать или купить. Я думаю, с этого нужно начинать. Это классно. А если вам нравится подобный формат видео, который я буду заливать как в IGTV, так и на YouTube, то мы встретимся в следующем видео, в котором я буду делать полный разбор своей квартиры, в которой я сейчас живу, для чего не нужны всякие безделушки, но вам нужно обьютись как-то так, чтобы это было все функционально. Think about it. Если вам понравилось, чтобы мне понять, вам нужно поставить лайк, написать коммент. И до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok